Субтитры делал DimaTorzok Все? Здравствуйте, уважаемые зрители! Приятно видеть столь ранний час, столь полную аудиторию. Сегодня я предлагаю вам поговорить о железном канцлере Отто фон Бисмаркен. Сейчас я поясню, почему я выбрал именно эту фигуру для моей сегодняшней лекции. 1 апреля этого года исполнилось 200 лет со дня рождения этого знаменитого европейского и немецкого политика. Однако торжества, не сказать, что были пышными. Пожалуй, Германия, родина Отто фон Бисмарка, немного подзабыла своего героя. Где по-настоящему Отто фон Бисмарк пользуется популярностью, это, как ни странно, Россия. Статистика поисковых запросов Google показывает, что в России чаще запрашивали имя Отто фон Бисмарка, чем в самой Германии за 2014 год. Еще один повод, по которому бы я хотел предложить поговорить сегодня о Бисмарке, заключается в том, что Отто фон Бисмарк неожиданно воскрес в связи с украинскими событиями. Дело в том, что в различных общественно-политических программах в сети интернет стали появляться цитаты, якобы приписываемые Бисмарку, где он выступал со своим видением украинской проблематики. Здесь он, например, заявляет о том, что если отделить от России Украину, это крайне плохо бы для нашей страны. В другом месте он что-то заявляет по поводу Украины и ее борьбы с русским народом и русскими народом с украинцами. Много цитат. Причем эти цитаты активно в дальнейшем ретранслировались в нашем общественно-политическом дискурсе. И вот даже некая уездная газета «Красноярское время» решила заручиться экспертным мнением знаменитого канцлера, опять-таки, по поводу украинского опроса. Таким образом, в нашей политической жизни канцлер Отто Форум Бисмарк живее всех живых. Таким образом, в оставшееся у меня время после затянувшейся преамбулы лекции, позвольте мне рассказать о том, кем же был все-таки этот железный канцлер Отто Леопольфон Бисмарк. И хотя один отечественный историк сказал, что история нас учит только тому, что она ничему не учит, давайте попробуем все-таки из истории жизни Отто Форум Бисмарка и истории Германии этого периода сделать для себя какие-то выводы и итоги. Год жизни канцлера Отто Форум Бисмарка – 1815-1898 год. Оказалось бы, что такие знаменитые персонажи исторические рождаются сразу с усами, с седыми волосами и замечательными головными уборами. Однако и у Бисмарка была своя биография, у него было свое детство, своя юность. И по ходу этой биографии, на разных этапах, он вначале особенно совершенно не был похож на будущего железного канцлера Германской империи. В объединителя немецких земель он превратился чуть позже. Он родился в семье немецкого помещика Фердинанда фон Бисмарка. Бисмарки владели своим поместьем 14 века и всячески старались удревлить свое происхождение. Матерью Бисмарка была знаменитая, не то чтобы знаменитая, но примечательная придворная дама, которая пользовалась уважением при прусском дворе. Казалось бы, семья достаточно именитая. Тем не менее, отец Бисмарка не чурался тем, что он следил за крестьянами при продаже шерсти. Именно шерсть была основным источником дохода семьи Бисмарков. Тем не менее, родители, не смотря на такое не самое благополучное положение, дали своему сыну хорошее образование. Сначала он учился в гуманитарной гимназии, где он в совершенстве выучил французский язык. С Францией у Германии всегда были довольно-таки плохие отношения, и сам Бисмарк называл его Францию злейшим врагом немецкого народа. Тем не менее, он стремился познать ее культуру, ее язык. Кроме того, он блестяще знал историю и любил Шиллера. После окончания гимназии он поступил в Гетингенский университет. Здесь мы можем обратить внимание на один из сохранившихся портретов юного Бисмарка. Как отозвался о нем один из французских политиков, здесь он похож на лисенка, закрытого в клетке, из которой он пытается вырваться. Он поступил в Гетингенский университет, это одно из ключевых учебных учреждений Германии. Здесь сформировался примечательный круг профессоров с такими либеральными, демократическими взглядами. Но и профессура, и студенты, которые обучались в этом университете, не вызывали у Бисмарка особого уважения и одобрения. Уже в этот период он сформировался как такой достаточно консервативный политик, для которого в дихотомии свобода и порядок важнее было именно понятие порядок. То знаменитое слово Орнунг, которое характеризует жесткий режим управления, который характеризуется строгим исследованием законов. Уже в это время у юного Бисмарка случаются стычки с либеральными студентами. Его взгляды не вызывали также поддержки и у студенческой братьев. Поэтому регулярным делом для юного Бисмарка были дуэли. Вот, пожалуй, пирушки и дуэли – это то, чем в этот период Бисмарк отметился в университете. Между тем, образование университетское для Бисмарка не прошло зря. Он получает степень по философии и политэкономии. Тальнейшая деятельность Бисмарка была связана с тем, что он становится мелким чиновником. Но и тут Бисмарк отмечает для себя, что для меня не очень-то приятно быть управляемым. Я хочу править сам. В общем-то, не задалась чиновничья карьера Бисмарка в 1946 году. Его уволили по причине длительного невыхода на работу. Казалось бы, необходимо было что-то, чтобы успокоило и угомонило наконец нашего юного героя. И такой повод нашелся – он женился. Женщиной, которая поставила Бисмарка на место, стала Иоганна фон Пундкамер. Женщина, с которой он прожил до самой своей смерти. Именно в этот момент он образумился. Казалось бы, он был готов вернуться на чиновничью карьеру. Но тут случилось то, чего с одной стороны все ждали, а с другой стороны чего не ждали. По Европе в это время гулял призрак революции, как отмечали Маркс и Энгельс. И именно в этот период Бисмарка и замечают при прусском дворе. Его просят занять место в парламенте, где его монархические, консервативные взгляды нашли должное применение. Он жестко отставил позицию своего короля. И он планомерно продвигал свою идею о том, что главное для государства порядок, порядок и еще раз порядок. Между тем, когда королю предложили дальнейшее продвижение Бисмарка, король написал свою резолюцию. Заявный реакционер необходимо использовать позже. Таким образом, час, минута славы для Бисмарка была еще впереди, а пока его отправили работать посланником прусского короля при Петербургском дворе. Одним из учителей Бисмарка всегда называют российского канцлера, по сути, министра иностранных дел Горчакова Александра Михайловича. Между тем, Бисмарк, как его иногда пытаются представить как таким большим другом русского государства, большим другом русского двора, это не совсем соответствует действительности. Как писал Бисмарк о России, это были довольно-таки не самые лицеприятные слова, он писал, что нерушимая империя русской нации сильна своим климатом, своими пустынями и своей неприхотливостью. Потерпев поражение, она все равно бы осталась нашим природным и жаждущим реванша врага. И как он отмечает, даже маленькую Польшу мы толком не смогли в свое время победить, а такой грозный враг Россия, он гораздо страшнее, поэтому мы должны всегда держать наготове защитные дамбы и никогда не воюйте с Россией. Таким образом, Бисмарк воспринимал нашу страну как такого гипотетического и достаточно опасного конкурента, но тем не менее он отмечал, что необходимо его почем зря иерить зверя, так сказать. Однако, дипломатическая миссия Бисмарка пришла к концу 1962 году, где его вновь возвращают в прусское правительство. В 1962 году он произносит свою знаменитую фразу о том, что великие вопросы разрешаются не речами и большинством, а железом и кровью. Эту фразу он сказал по поводу необходимости объединения немецких земель. Долгое время в немецкой политике не было единого мнения о том, как необходимо и как возможно усоединить немецкое государство. Предполагалось, что в результате демократических процедур, на основе каких-то уже сложившихся норм международного права, этого усоединения Германия произойдет само собой. Однако в этом смысле Бисмарк был более реальным политиком. К середине XIX века, как такового единого немецкого государства, немецкого государства вообще не существовало. На его территории находилось 33-34 независимых государства немецких со своими органами управления, со своими монархами. Кроме того, значительная часть немецкой территории находилась у конкурентов, у той же Франции, например, находилась территория Лизавской Волтой Рингии. Датчане контролировали Шлезвик и Гольштайн. Определенные претензии на немецкие земли имела и Австрия. Таким образом, Бисмарк увидел единственный реальный способ разрешения этого вопроса через войну. Таковых войны было три. Сначала он разобрался с датчанами, которые контролировали земли Германии на севере. Затем он урегулировал таким же образом отношения с Австрией. И, наконец, настало время для последнего рывка. А именно, необходимо было отвоевать у французов земли на западе Германии, на Лизавской Волтой Рингии. Тут необходимо отметить дипломатический талант Отто фон Бисмарка. Ему необходимо было спровоцировать французов самих напасть на немцев. Это он сделал блестящее при помощи, фактически, дипломатической подставы. Он подделал, не подделал, а отредактировал несколько письмо императора, письмо прусского короля к французскому императору Наполеону III, в которой достаточно унижалась и персона французского лидера, и французского государства. И это все привело к тому, что во Франции возбуждается патриотический порыв, и французы первыми нападают на Пруссию, что, в общем-то, и добивался Отто фон Бисмарка. Ну, Пруссия всегда обладала с начала, с XVIII века, огромной и боеспособной армией. Бисмарк ее только укрепил, и, конечно, в итоге ему удалось разобраться со всеми своими конкурентами. Как раз вот из знаменитых карикатур мы видим, где Бисмарк изображает тем человеком, который и шил из немецких лоскутков полотно германского государства. 18 января 1871 года в Версальском дворце было провозглашено создание Германской империи. Как раз на этой картине очень интересно отметить роль Отто фон Бисмарка, потому что центральной фигурой этой картины является явно не прусский император, вон он в белом командире немецкий канцеля Отто фон Бисмарк. Разобравшись на внешнеполитическом фронте, Бисмарк затем легко с такой же легкостью разбирается и с внутренними врагами, а их к этому времени хватало. В первую очередь это католики. Напомню, что после реформации на территории Германии были представители различных конфессий, доминирующую роль играли, конечно, протестанты, лютеране в первую очередь, но и сохранялось около третье население, которое по вероисповеданию было католиками. Следовательно, подчинялись в первую очередь не главе немецкого государства, а папе римского. Арестовав значительную прослойку католического епископата, лишив католических священников значительных прав в воспитании, в образовательной деятельности, он разобрался с этой проблемой. Другой проблемой было нарастающее пролетарское движение. Как я уже упоминал, двух философов с красивой бородой, Макса Энгеса по Европе продолжал образить призрак революции. Пролетарское движение только нарастало в своем значении. В это время уже были созданы крупные политические объединения, которые исповедовали социал-демократию, предоставили права рабочих. Чтобы победить социал-демократическое движение у себя в стране, кроме репрессивных мер, Бисмарк еще и использовал довольно-таки интересный ход. Он просто перенял, украл у социал-демократов часть их повестки. Так Бисмарк вводит впервые то, что требовали социал-демократы, были введены пенсии, а также страхование от увечий и по болезни на предприятиях. Также впервые в Европе Бисмарком были учреждены пенсии по возрасту. Тем не менее, создав по сути немецкое государство, скрепив его, по большому счету современная Германия и крайне похожая на ту Германию, что создана Бисмарком, тем не менее, ему не нашлось места в то время, когда новым императором стал Вильгельм II. Вильгельм II тяготился фигурой Бисмарка, которая была всепоглощающая, затмевающая, какого опыта не было на свете. И в конечном итоге Бисмарку напомнили о том, что не хотите ли вы уйти в оставку. И это произошло в 1890 году. Кем же все-таки был Бисмарк для Германии и какая же его роль для европейской истории и, может быть, для истории мира? Как мне кажется, ближе всего к ответу на этот вопрос приблизился немецкий социолог Макс Вебер. В одной из их статей, анализируя различные формы правления и способы легитимации власти, он как раз и рассуждает о фигуре Бисмарка и чем же она была для Германии. При этом надо отметить, что немецкий социолог Макс Вебер одновременно был и участником, и зрителем, и участником событий, описываемых. В 1918 году он написал статью «Парламент и правительство преобразованной Германии», где он задался поставленным мной вопросом, каково же было наследие Бисмарка. И он отмечает, что он оставил после себя нацию совершенно необразованной политически, полностью лишенную политической воли, привыкшую к тому, что великий человек наверху даст ей политические наставления. Кроме того, поскольку в межпартийной борьбе он прорковал свои властолюбивые политические устремления монархическими сентиментами, она привыкла подчиняться послушно и фатуристически любым решениям, принимавшимся от имени монархического правительства. Его портреты висели повсюду, в школьных классных комнатах, украшали домашние очаги, он воплощал и символизировал величие Германии. Его образ и пример стал тяжелым оковами для преемников. После него Германия уже не могла довольствоваться нормальными политиками, нормальными, конечно, в кавычках. Германия нуждалась в адекватной замене, обладающей должным авторитетом, харизмой аналогичной Бисмарку. Казалось бы, таким заместителем Бисмарка, человеком, который должен был быть на него похож, должен был стать первый немецкий избранный всеобщим голосованием президент. Им стал Пауэль фон Гинденбург. Можно отметить, что даже внешне он чем-то напоминал Бисмарка, не только формой слов, но и поведением, и сходной харизмой. Очень часто немецкие историки называют Гинденбург и Эрзац император, хотя, как мне кажется, логичнее было бы его называть таким Эрзац Бисмарком. Ну и в дальнейшем Пауэль фон Гинденбург передает тот пост, который был создан под Бисмарка, пост Рекс-канцлера другому политику, которого можно назвать последний немецкий гений, в кавычках, конечно, которым стал Адольф Гитлер. И, как мы можем обратить внимание, что с Гитлером завершилась вот эта череда и плеяда немецких политиков-харизматика в современной Германии, да и в современной европейской политике все чаще мы видим более незрачных, более технократичных, по своим взглядам, более рибелиарных политиков. Какие же вопросы возникли у нашей прекрасной публики? У меня вопрос. Да. Обычно говорят о том, что проблема того, что дальше, собственно, Гитлер стал руководить Германию, это именно проблема Вейнерской республики и законодательства в особенности. А тут, получается, ты говоришь о том, что проблема-то была в Бисмарке? Ну, откуда все пошло? Ну, конечно. Ну, дело в том, что в Вейнерской республике до Гитлера были и другие персонажи. Можете вспомнить кого-нибудь? Ну, да, Шейдеман еще вспоминается, остальные уже не вспоминаются. Действительно. Это НГ еще было помимо Гитлера. Да, Германия нуждалась как раз-таки в таком лидере, отце нации, который бы вернул ей былое благополучие, былое величие, что, мне кажется, более важно. Конечно же, никто из тех лидеров и не ставил перед собой такую задачу и, безусловно, не мог ее выполнить. Вот как раз Адольф Гитлер, который заговорил о том, что я верну вам униженным немцам ваше былое величие, я вас накормлю и поведу к другим прекрасным просторам и горизонтам. Как раз-таки немцы с радостью купились на его предложении, на самую фигуру такого яркого лидера, который выстроил под себя определенную систему управления, который не покидает свои посты уже полтора десятка лет. И боюсь, что такая, собственно, наша страна окажется так же не готова к простым нормальным политикам и всегда, и в дальнейшем будет искать себе альтернативную фигуру, если тот лидер, который у нас сейчас находится куда-нибудь в Денисце не впереди, Господи. А если по отношению к Европе смотреть? Что, что? По отношению к Европе смотреть, то есть вот мерки, да, не настолько хаизмонтичные? Да, абсолютно. Но представьте себе усредненный образ европейского политика в современном мире, это все достаточно такие невзрачные фигуры. Я бы даже сказал, что сейчас доминируются не очень красивые женщины в европейской политике, кроме Ангелы Меркель еще уйма евробюрократов, среди которых даже мужчины постепенно уходят на второй план. Саркази для Франции не харизматичен был? Саркази, ну, Саркази, я думаю, даже в своей харизме уступает и великому Шарлю де Голю, поэтому я бы и Саркази не использовал в качестве такого авторитета. А в мире? Ну, и не брать Европу, если вообще. Если не брать Европу. Ну, в мире у нас сейчас только есть один такой альфа-самец и железный президент, поэтому я не вижу, честно говоря, ему альтерна силы. Или вы можете все-таки кого-то мне предложить? Ну, в Латинской Америке. Да, в Латинской Америке. В Латинской Америке, ну, действительно, там хватает своих местных. Там и женщин. И местных генеральчиков, которые ведут свои государства так же неизвестно куда. Ну, не знаю, например, Николаса Мадуро, заменившего Угочаевса, и вот уже не назвал бы таким железным политиком. Он сам не скрывает, например, что общается со своим умершим предшественником, который переходит ему в образе белой птицы. Поэтому человек использует в качестве легитимации свое положение не свою харизму, а харизму своего предшественника. То есть, и, мне кажется, Мадуро мы тоже скоро не увидим. Ни живым, ни в качестве президента. Белая птица, возможно. Белая птица снова вернется, если только... Ну, там назревает военный переворот уже. Если бы, например, нужно было бы дать рекомендации человеку, который хочет повторить путь Бисмарка, какие бы они были и с чего стоит начать? Помимо Кутежа в университете. В первую очередь, необходимо получить хорошее образование, если вы хотите стать железным канцлером. Кроме того, вы должны предложить государству и электорату в современной политической системе довольно-таки легко предлагать народу какие-то идеи. Необходимо предложить идею, которая бы мобилизовала общество и повела его в каком-то, ну, светлое будущее у меня на языке вертится. То есть я хочу сказать, что политик должен предложить обществу какой-то мегапроект, который приведет к существенному рывку в этом государстве. Что, собственно, в свое время и сделал Бисмарк. Но при этом я бы пожелал этому политику, чтобы он и не допустил некоторых ошибок Бисмарка, беречь те демократические институты, которые есть и которые могут быть полезными. Потому что по тому же опыту Бисмарка мы видим, что хотя и Конституция действовала, но он легко ее выворачивал под себя и выбирая между законом и порядком он всегда склонялся к закону, нарушая этим образом демократическую организацию государства. И снижая таким образом некоторую эффективность политической жизни государства. Вот это такие основные рекомендации, которые бы я отдал на скидку. Вообще это довольно-таки трудно на самом деле, потому что каждое государство все равно живет в каких-то своих условиях. Но вот универсальные рекомендации, наверное, будут такими. А если вот общество, в котором был такой харизматический лидер и уничтожил все демократические институты, как потом общество вообще восстанавливается или все, нужна война, только что вообще подчистую, естественно, слить заново? Ну, к сожалению, да. Чаще всего мы видим, что затем государство выбиралось путем масштабных социальных переворотов, социальных протрубаций совершенно ужасных. Если проецировать опять-таки на одну большую восточноевропейскую державу, становится несколько страшновато, на самом деле. Забавный факт, что вот после Второй мировой, что Германия, что Япония, они вообще кардинально абсолютно поменяли путь своего развития и потом сейчас имеют, ну, относительно неплохие результаты, особенно, например, Япония. Ну, вот, сравниваем с теми странами, которые, например, получается, на тот момент получили больший профит, а сейчас получается такая забавная историческая комиссия. А кто еще получил такой масштабный профит? Ну, не знаю, если сравнивать, например. Ну, брать тех, кто победил и тех, кто проиграл. Можно сказать, что поменялись местами или нет? Конечно, можно сказать. Но Россия получила такой ущерб, который, пожалуй, кажется, более масштабный, чем по сравнению с той же Японией и Германией. Ну, и залогом успеха послевоенной Германии и Японии, мне кажется, было то, что их поставили в определенные рамки развития, показали им, как необходимо развиваться. И это развитие пошло по такому достаточно либерально-демократическому направлению, которое их способствовало. Потому что эти страны достаточно быстро выбрались из той ямы, в которую они сами себя вогнали и пришли к тем прекрасным горизонтам, которых они сейчас достигли. А сейчас в Германии общество более, скажем так, активно участвует вообще в жизни этих стран. Конечно же, даже если сравнивать. Я думаю, это всё-таки больше классивно. Но если сравнивать, конечно, с другими странами, если по сравнению с Бисмарком, то да. Да, вообще в целом. Как-то немцы всё на парады обычно не ходят, они такие и так, только разные по Берлину. Ну, то есть хотите сравнить всё, например, спросить меня, почему Германия не уходит на Майданы и найти Майданы? Ну, нет, мне кажется, просто участвует непосредственно в выборах, но в целом какая-то такая активность не проявляется в обществе. То есть всё равно привыкли жить по каким-то определенным правилам, законам, как-то никуда, нету никаких бурных недовольств, и прям немцы всё так устраивают. Так о политической гиперактивности в Германии-то и не требуется большой. Основные социальные проблемы там решаются в рамках функционирования существующих политических институтов. Решаются, но почему нет? По сравнению с нашей страной это, конечно, решается. А какие, Вы знаете, социальные проблемы, которые не решаются в рамках существующих? Миграций. Миграций. Ну, это, конечно, проблема СЕО. Просто к тому, что не может ли это быть какая-то традиция, может быть, историческая определенных стран, склонности к вот именно такому складу государства, чтобы кто-то один управлял, а все остальные бы шли за ним. И, то есть, нежелание какое-то участвовать влияет на жизнь вообще государства. Да, я бы не сказал, что и Ангела Меркель сейчас является одним политиком, который все решает. Даже в той партии, в которой она возглавляет, существует большая конкуренция. И если ее позиция не будет удовлетворять основную массу членов христианской демократической партии, мы и скоро Ангела Меркель не увидим. А та же проблема миграции, думаю, решается и в рамках местского парламента. Хотя там возникают уже такие полунационалистические подвижки в виде партии Бегида, по-моему, правильно называю? Бегида, да? Которая стремится к радикальному ограничению миграционных потоков со стороны третьего мира. Да, даже в самой христианской демократической партии и вообще в Баварии где-то. А может миграция стать, вот эта проблема, причиной интеграции? Опять же, немцы в тех же самых, для ухода в такие радикальные настроения. То есть, может ли эта ситуация с... А миграция, чтобы они вообще в радикальщину массово шли, уже начинается? Ну, определенная опасность, конечно, есть, но это зависит от того, насколько поток этих мигрантов... Это зависит от того, сколько Германия еще способна переварить мигрантов. Ну, вообще, у них же всегда есть вот это прошлое историческое. Хоть что, какое-то там законное ограничение, они могут просто нацизмом быть обвинены и все. И да, там нужно такое. Ну, правда, я миграцией сейчас занимаюсь, так что вот... Ну, Германия пока обладает таким достаточно большой экономической подушкой, что ли. И пока она способна переварить эти потоки миграции, которые движутся ее со стороны. А что будет дальше, покажет время. Не хочется на чем-то совершить. Да. Как сказал бы Бисмарк, до своей реалии. И все. П même,得 쉽ь! Не hacemos! Поехали! Погохали! Удачи! Понятrado?